у нас сегодня здоровый завтрак хлопья со трубями и фруктами йогурт сок свежевыжатый апельсиновый яблочный чаще тост нам принесут к морю поедем а потом в замок поедем ключики оставили до выходим ты закрыл дверь комнату вот давай иди нет в комнату дверь надо закрыть на ключ не знаю там нечего все набрать все едем к морю вы только посмотрите какая сегодня погода выглядит совсем все по летнему люди он купаться идут впереди так вот паркинг прямо парковка приехали мы на пляж рослер погуляем с утра пораньше погода почти летняя солнце так ярко светит люди там купаются миша с кириллом вернулись в машину чтобы сапоги надеть резиновые все идем гулять этот пляж один из самых популярных в графстве в эксфорд нам сказал друг мишин ирландец что мы проверили карту приливов и отливов что во время прилива сделать нечего потому что полоса вот это вот писать песчаная очень узкая мы как раз попали во время отлива а вот для чего вот эти вот поставлены маленькие такие до что пол не было больших перешагиваем зубы дракона идем дальше тут далеко можно идти такая песчаная коса мы идем гулять ничего как солнце греет прямо хочется сегодня гулять на пляже до прямо кло очень тепло в спину просто печет можно сказать водоросли на этих волнорезах как будто деревья из песка растут совочек нашел ой смотри кирилл тетя пошла купаться так бодренько на улице 7 градусов море не знаю какой температуры даже если он тут их проходит недалеко купаться что-то меня не тянет иди проверь так ладно оставим тетю в покое пускай купается не ну я даже в летнее море в испании так не захожу как она бодрячком так по камням так скользко они все водорослях я дальше не пошла не хватало растянуться на них ой 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 Миша там остался где он потеряла потеряла миша миша с урожаем насобирал там в камнях эту возьмем домой эти живые красивые французские улитки но их не выколупаешь оттуда французские не такие улитки они другие нашел что-нибудь надо было совок кирилл взять с ведром у кирилла мечта купить металлоискатель чтобы сокровища на пляже собирать а канистры для чего здесь лежат миш на веревках они наверное уровень показа не всплывают ведь когда прилив все возвращаемся обратно прошлись кирилл где-то там далеко остался позади вернее уже впереди сейчас подберем его ты видишь его что по камням а кину по камням ползает поедем замок джунстаун кассу красота сегодня два пловца только руки над водой пока мы гуляли вдоль пляжа заметно больше стало купальщиков стало теплее воздух прогрелся а нам пора ехать дальше надо лопатку с ведром положить в машину уже часто на пляж ездим такое ведерко с ракушками где солнце небо затянуло буквально за пять минут как будто и не было его мы отъехали от рослеер продвигаемся в замок джонстаун какой-то сельской дорожкой продвигаемся ближе к вечеру обещают дождь мы здесь были очень давно кирилл маленький был это место запомнилось тем что все наши дети что старше что кирилл гоняли здесь павлинов по парку ты наверно не помнишь кирилл там павлинов много не знаю много ли сейчас в парке ничего себе здесь построили этого ничего не было раньше было абсолютно бесплатно я не знаю и давно у них так знать я не знала туристический центр построили с кафе с магазинчиком смотрите если парковка новая веники для веники веники для бани не ну то шутка веники конечно что идем гулять лафа закончилась теперь посещение за садов только за деньги кстати открыт сам замок в который мы сегодня пойдем впервые да кирюшка еще себе купил шоколадку всем да попробуем сейчас джелебинцами смотри какой дяденька в шляпе в общем похоже у нас сегодня будет vip тур потому что никого пока нет желающих они только открылись они только открылись только сады открылся замок только открылся будь здоров хочу вам сказать страшную наверное вещь что территория этого замка была избрана как временный морг во время пандемии сюда свозились тела людей которые умерли от к вида были установлены холодильные машины холодильники куда идти то ладно идем замок раньше был закрыт было все бесплатно было более аутентично сейчас опять все для туристов куда ой павлин вот пожалуйста вот вам и павлин вот вам и курица с красивым хвостом прямо навстречу идет и не боится не надо ее пугать пожалуйста тут нас егор гонял этих куриц и здесь очень много на территории но это курица куда дальше вот замок в этот мы сейчас пойдем вовнутрь они открыты помещение замка во второй год встретили мы гида нашего леом зовут он сказал что морг действительно был установки были поставлены но реально он практически не использовался потому что ожидали всплеска большого смертей во время к вида но этого не произошло ладно мы не будем о грустном о печальном пойдемте в замок сейчас леом выйдет и расскажет нам никого натуре больше нет расскажет историю этого замка единственное что мы еще не спросили можно ли там снимать фотографировать сейчас узнаем получится ли мне показать что внутри находится этого замка тур нам очень понравился столько всего сохранилось сохранились потолки деревянные дубовые мебель сохранилась снимать нельзя было но я поделала фотографии не знаю что там получилось посмотрю дома покажу вам если что-то получилось хорошее сейчас идем попьем кофе уже пойдем гулять по садам а а а а а а а заказ номер три у нас столик цифра ждем когда нам принесут пиццу суп бутерброды смотрите какие декорации на потолке здесь из сухой травы там веники в магазине висят какой-то здесь какой-то камыш быстро обедаем и идем гулять по садам да кирилл как пицца вкусная у нас бутерброды бутерброды что у нас бутерброды с красной рыбой и суп овощной все пошел дождик помните какая погода была с утра солнечная ясная тепло было сейчас уже так прохладненько и дождь идет вот кто нас тут встречает еще одна курица курица тут их много будет павлин пошел 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 отправился кирилл не надо его пугать пускай он идет будет там много еще павлинов этих пойдем я почему-то как-то плохо помню эту прогулку они все поврубали вот что я не узнаю но все как-то по-другому выглядит сейчас быстрым темпом идем вокруг озер их здесь три в общем в общей сложности сумме дорожки составляют около пяти километров вот мы сейчас все обойдем посмотрим что и как только бы дождик прекратился потому что капает ну да ты красивый а там павлин хвост распустил то что мы ждем от других павлинов это он перед курицами смотрите сколько здесь а он один ах ты красавец ну давай покажи себя во всей красе кирилл испытывал куриц этих на терпение как долго они выдержат и подпустят его насколько близко хочешь попробуем потрогать за перо петру перо под погладить наверно можно ты попробуй его погладь он не полетит а летают вообще они они летают но не мало нет конечно летают замок джонстаун павлинье царство ой красивый какой у него хвост да что с деревом не так кирилл ты посмотри на деревом посмотрите на 9 сколько на нем павлинов я этого вы посмотрите сколько павлинов на деревьях ну надо же вот это да вот это да ну что мы будем под этим деревом стоять или пойдем дальше да мы сейчас промокнем нам еще далеко идти ладно все пойдемте куда идти нам сейчас пойдемте пойдемте кто быстрее павлин быстрее вон еще один теперь двое пойдем кирилл оставь эту курицу в покое пошли сейчас ноги промочишь кирилл пойдем все пойдем догонялки пошли тут же кстати в этом же месте егор бегал помнишь за павлином кончится дождь или так и будем под дождем гулять вот так выглядел в начале джунстаун замок такой же был точно как этот построен был он в начале в самом 16 века а вообще это место все время был замок каменный был построен начале 16 века а первый замок был возведен норманами начале двенадцатого века так ну куда мы идем дальше сюда все идем ох как он шипит испугал меня я испугалась я от него такого не ожидала подвоха были были в замке продолжается реставрация поэтому выглядит он ну не очень обнесенный забором раньше если честно мне нравилось больше сейчас это все выглядит совсем не так быстро бежали посмотрели здесь пока ничего не цветет эрдендроны только-только набирают бутоны лишь красные высокие вот эти деревья кусты они распустили там на макушках своих то что ближе к солнцу в общем цветы распустились но мало совсем цветения надо сюда ехать месяца через два наверно в мае в мае будет наверное хорошо вообще очень много поспилили раньше уютнее здесь было сейчас уже все не так вот нашла я хоть одно цветущее дерево не знаю что это за растение но это не роддендрон это что-то на роза какая-то большая камелия ах камелия это камелия вот она цветет о видели как павлин взлетел на дерево ну вот а ты спрашивал летают ли павлины летают по крайней мере до дерева долетают кирилл не надо его пугать кирилл вот он замок отсюда красиво смотрится наверно лучше всего со стороны озера а дождь все сильнее и сильнее все время наверно нам уезжать смотрим мы стоим за уткой как утка называется вот смотрите вынырнула она прям заныривает так долго под водой проводит время вот раз и нет смотрим когда и где выплывет сейчас посмотрим подожди ну где ты кто видит утку где она утка где а она вообще вон туда уплыла ладно пойдемте поехали домой сторону дома два часа нам отсюда до дома ехать миша предлагает еще в музей сюда зайти ну чтоб совсем все по максимуму замок музей озера когда еще здесь приедем сюда посмотрим когда еще до сюда доедем это сельскохозяйственный музей телеги кирилл смы сколько телег разных видов что это носилки все собрано все восстановлено таких музеев очень много по ирландии поскольку она сельскохозяйственная страна здесь такого добра сколько угодно до кирилл дальше пойдем мы пойдем this way там дальше идут трактора о какой дождь сильный слышишь большой музей сделали да ну в общем мы сейчас тут погуляем немножко о кирилл смотри цыганская кибитка помните мы жили в похожей кибитке ну не та же самая но очень похоже да глампинге ладно давайте обойдем уже и поедем дождь потому что вообще сильный мы промокли все насквозь хочется он кирилл уже чихать начал хочется сесть машину в тепло снять мокрую одежду и уже держать направление в сторону дома хотела уже закончить свою съемку но не могла не показать еще это музей огромный на двух этажах и здесь мебель восстановленная старая люлька кровать как они раньше выглядели старые в общем мебель собранная в разных домах старых восстановлена и выставлена здесь что это было что-то мне это напоминает мне кажется у нас у бабушки прабабушки мы в деревне что-то похожее было кирилл смотри это шкаф кровать кровать складывается в шкаф старая коляска кожаная кирилл она из кожи производства этих колясок было в тыс начата в 1910 году и в ней катали того кто был рожден в 1929 году а вот еще одна коляска я про какую коляску ты читала про ту или нет про эту правильно я сказала про кожаную так много экспонатов туда там целый город создан с различными профессиями мне кровать вот эта понравилась кровать какого года номер два медальон да вот эта кровать написано написано что в эксфорде произведена но год не написан какой дождь как был так и идет я конечно не думала что у нас сегодня застанет думала может под конец нашей прогулки а нет вот так меняется погода в ирландии с утра тепло и солнце а вечером вот такая как а ну вот мы дома добрались данные со спустя два часа закончилась наконец-то устали два часа в дороге всю дорогу тоже шел дождь здесь он похоже уже заканчивается в общем закончилась наше коротенькое путешествие на юг ирландии можно сказать что у нас все получилось все что было запланировано мы везде побывали все увидели и даже с погодой нам повезло несмотря на дождь во второй день мы погуляли посмотрели походили музеи побывали